Морвокзал Сочи Кафе и рестораны «Боско» для встреч на высшем уровне. Экс-солистку группы «Виагра», актрису, поэтессу и дизайнера Надежду Мейхер-Грановскую. Надежда, здравствуйте! Здравствуйте! Несмотря на погоду, Сочи встретил вас тепло. Когда последний раз вы были на юге России? И есть ли у вас яркие воспоминания, связанные с Черным морем и Краснодарским краем? Ну, в принципе, если говорить о Краснодарском крае, конечно, связывает очень много. Потому что я очень часто бывала в Краснодарском крае непосредственно, непосредственно в Краснодаре. И, конечно же, я бывала в Сочи неоднократно, иногда, может быть, просто проездом, потому что мы ехали за пределы города, выезжали, и где-то там какие-то у нас были мероприятия. Но у меня есть одна история, причем не очень приятная, но, тем не менее, произошедшая здесь, именно в Сочи. И это было очень давно, я не помню, что это был за праздник, то ли день города, честно, не вспомню. Мы работали на улице, и, конечно же, площадку вы построили на улице, звук, начало концерта, мы выходим, поем, поем, поем. И тут выключается все. И звук, и свет, все выключается, абсолютно. Много людей, и мы, я не помню, мы что-то орали, какую-то песню, причем действительно орали, поскольку хотелось, чтобы нас услышали. Причем я, честно говоря, тоже не вспомню, как это все закончилось, включился ли этот звук, но такая была не очень приятная, очень экстремальная ситуация. Но, тем не менее, впечатления о Сочи меня не испортились никаким образом, потому что действительно красивый и интересный город. Мы надеемся, что вы как можно чаще будете сюда приезжать. Я тоже очень надеюсь. Сегодня особенный день, вы презентуете в Сочи свою коллекцию. Что вы чувствуете, когда видите на девушках наряды вашего бренда? И что я чувствую, когда девушки носят? Ну, прежде всего, конечно же, мне приятно. Ну, прежде всего, это девушка с характером, то есть, которая, в общем-то, одевает то, что сама считает нужным. Но иногда, скажем так, это то, на кого я ориентируюсь. Ориентируюсь, такие внутренне самодостаточные девушки, бесстрашные, они любят экспериментировать. Сейчас на вас наряд вашего бренда? Естественно. Дело в том, что когда я начала заниматься одеждой, уже разрабатывая большое количество моделей, меня посетила мысль о том, что мне очень сложно одевать те вещи, которые одевала раньше других брендов. Сначала это просто были вещи, которые продавались в разных магазинах, в салонах красоты. Потом я уже сделала магазин собственный, открыла. И я понимаю, что, боже мой, я не могу действительно, вот, ну, наверное, это логично. И, в принципе, так и должно быть, когда тот человек, который сам начинает шить одежду, дизайнеры, просто творческий человек, он уже приходит к той стадии, что вот начинает носить только свои вещи. И это на каком-то, знаете, ментальном, наверное, уровне происходит. Вы приехали сегодня не только, чтобы презентовать свою коллекцию, но и чтобы спеть в бриллиантовом составе группы «Виагра» на творческом вечере Константина Меладзе. Некоторым артистам, покидая коллектив, очень трудно сохранить теплые отношения с продюсерами и другими участниками группы. С вашего последнего ухода из «Виагры» прошло около четырех лет. Насколько дружен тот самый бриллиантовый состав сейчас? Вы знаете, начну с того, что отношения у нас, в принципе, достаточно хорошие. Сложно их назвать дружескими, потому что мы, в общем-то, нельзя сказать, что мы стали подругами какими-то большими, но, тем не менее, мы не стали уж точно врагами. И у нас есть общая история, у нас есть общие секреты. Вот, мы друг друга достаточно хорошо знаем, и, конечно, наши воспоминания в основном строятся на положительных каких-то историях тех же. И поэтому в основном, что касается именно бриллиантового состава, конечно, мы друг друга уважаем и всегда рады видеть, когда пересекаемся. Не хочу теряться сам-сам-сомнения, Выбирать один из ста вариантов. Все они прекрасны, без исключения. Лучшие друзья девушек – это бриллианты. Но помимо бриллиантового состава, конечно, есть еще девушки, которые были в этом коллективе, с которыми у меня достаточно хорошие отношения. Почему решили так воссоединиться? Специально для этого творчества? Нас воссоединили, мы не решили. Мы не решили, но творческий вечер Константина Меладзе. Наверное, это все-таки очень логично, даже слово «наверное» сложно потребить. Конечно же, это важная ветвь в жизни каждого из нас. Этот коллектив сыграл большую роль в жизни, в моей в том числе, и, в принципе, для многих людей. Я думаю, что и уверена, что очень многие почитатели творчества, почитатели уже каждого из нас по отдельности, хотели бы увидеть нас вместе и для себя вспомнить те былые времена, когда им нравился этот коллектив, когда они слушали песни. Но я играю эту роль, как песни стры, любовь и боль, живут во мне необъяснимо. Тебе и небо по плечу, а я свободы не хочу, не оставляй меня, любимый. Своим опытным взглядом, как оцените нынешний состав группы «Виагра»? Именно вы были наставницей девушек на реалити-шоу «Хочу Виагру». Как думаете, получилось ли у них стать самой сексуальной и желанной группой российского и украинского шоу-бизнеса, как когда-то это удалось сделать вам? Я считаю, что сексуальность, она или есть, или ее нет. Или ее нужно еще, скажем так, в себе развивать. Но развивать — это внутреннее состояние. Это не просто внутреннее состояние, это твоя природа женская. То есть если она в тебе открыта, опять-таки это энергетика человека. Я считаю, что вот у девушек, с которыми мы победили, я думаю, что у них большое будущее, потому что, может быть, не сейчас, но со временем они в полной мере раскроются. Они еще не то чтобы они очень молодые, то есть им уже не по 20 и 25, ну там разный возраст у девчонок, но тем не менее каждая из них еще раскроется, потому что вот эта женственность, она уже у них присутствует. Но с каждым годом, как только ты приобретаешь какой-то жизненный опыт, насколько ты склонен опять-таки к анализу, самоанализу, ты развиваешься и внутренне обогащаешься. Все зависит только от них. Ну, может быть, девушки до сих пор вам звонят, советуются? Ну, сейчас точно не звонят. Раньше мы не только созванивались, но и встречались, потому что действительно это не просто были подопечные. мы очень сильно сошлись на каких-то человеческих основах, поэтому как могли поддерживали наши отношения. Но, безусловно, знаете, вот эта рутина жизненная, какие-то проекты новые и у них, и у меня, и, конечно же, мы очень редко пересекаемся, но бывают случаи, когда, тоже был один случай интересный, просто из области фантастики. Я в Москве, приехала в Москву, какие-то съемки, и у меня в 7 утра программа, даже, вернее, в 8. Ну, в 7 утра я уже спускаюсь вниз в гостиницу, спускаюсь на лифте, и открывается лифт, и стоит перед мной девочка, понимаете, не договариваясь, то есть они тоже приехали, причем приехали в это же мгновение, то есть у них не было, все номера были заняты. И они сразу на меня, Надя, боже мой, представляете, нам негде остановиться, то есть номеров пока еще нет, они освободятся только, освободятся только в 12 часов. Я говорю, девчонки, идите ко мне, будете спать у меня, отдала им ключи. Вот такие вот бывают иногда ситуации, когда просто в одной и той же гостинице, в одно и то же время пересекаемся. Также набирает обороты история с группой «Квинс», в состав которой вошли бывшие участницы группы «Виагра» Ольга Романовская, Татьяна Котова и Санта Димопулос. Вы что-нибудь об этом слышали? Да, мне вот мой знакомый прислал эту информацию. То есть я как бы не отслеживала, конечно, никак. Честно, у меня информация абсолютно исчерпывающая, поскольку я, в принципе, особо не интересуюсь возникновением новых каких-то коллективов. Если что-то попадается на глаза, конечно, там посмотрю. Но вот единственное, что я знаю, что есть такая группа. Но насколько это всерьез, сложно сказать. Мне уж точно. Ну хорошо. Надежда, а что касается вашей сольной карьеры и проектов на телевидении, какие новости? На сегодняшний день я сделала авторский музыкальный спектакль «История Деуна Морс», с которым уже гастролировала пока по Украине. И, конечно же, пекусь о продолжении этой истории. Поэтому на сегодняшний день это единственный проект, что касается музыкальной моей карьеры, который мне безумно интересен. Мне хочется, чтобы он набирал обороты. «Танцуй, танго возвращения!» «Танцуй в отражении глаз!» Поскольку, уйдя из группы, через какое-то время я всё-таки рожала второго ребёнка, Анечку, я восстановилась, в первую очередь психологически, и начала сольную деятельность. Но в какой-то момент поняла, что то направление, которое я выбираю, оно не совсем радийное, оно не совсем в рамках шоу-бизнеса. И параллельно у меня возникла идея именно музыкального спектакля, в который сейчас входят мои стихи, песни на русском, русские романсы, которые я обожаю и с удовольствием исполняю. Песни на испанском языке, тоже известные. И аргентинское танго, которое, кстати, я полюбила, участвуя в проекте «Лёд и пламя» с Петей Чернышёвым. Он мне предложил, когда мы танцевали на паркете, станцевать именно аргентинское танго. Мы тогда всю хореографию сняли с ютуба, с профессионалов. И потом уже попозже, познакомившись с техникой аргентинского танго, потому что, конечно, мы не приглашали никого, кто бы нам технически рассказал всяческие нюансы. Я понимала, что это был очень, не очень хороший танец, хотя мы всё сделали. И вот эти три составляющие входят в мой музыкальный спектакль. Конечно, я, как человек, который очень давно увлекается и театром, и поэзией, и любит романсы, и аргентинское танго, конечно, всё сошлось воедино. Поэтому вот эта классическая сольная карьера, к которой мы привыкли видеть артиста, она сейчас мне чужда. Не знаю, это временное состояние или это уже на постоянной основе, но тем не менее спектакль — это единственное. Что мне интересно, действительно сложный достаточно проект в своем осуществлении, но тем не менее это случилось, наконец-то это случилось. Опять зашёл мой дом пустой, заполнил свежими тонами любви и нежности и света. Мне думалось, забыла, отболела. Нет, спустя годы ты так же мил и сердцу моему, и телу. Ощутяете ли вы себя образцовой мамой и женой? Вы знаете, очень сложно сказать и очень сложно на самом деле мне ответить на этот вопрос. Но точно то, что я безумно люблю своих детей, это я точно могу сказать. Безумно люблю своих детей, и, конечно же, думая о их будущем, думая о том, насколько максимально возможно дать им какой-то шанс раскрыть себя и понять, чего они хотят от жизни. И безумно люблю, конечно же, своего мужа. Но насколько я образцовая, что значит образцовая? Это та, которая всё время сидит дома и готовит, и готовит, убирает. Мне на самом деле сложно определить, что такое образцовая мать. Конечно же, для меня, во всяком случае, это человек, который обожает своих детей, который любит своих детей, но при этом обладает чувством трезвости, потому что мы не должны давать возможность садиться нам на головы и нами манипулировать. Конечно, мы должны чувствовать своих детей, мы должны уметь индивидуально относиться к каждому нашему ребёнку, если у нас их несколько, например. И образцовая жена, для меня это любящая жена. А с точки зрения быта, конечно, я такой не совсем бытовой человек. Безусловно, для меня не сложно ни убирать, ни готовить. я из провинции и, скажем так, моя мама меня воспитывала таким образом, что нужно уметь всё делать самой, даже мужскую работу. Но поскольку у меня действительно много работы, много разных проектов, в которых я задействована, безусловно, вот с точки зрения быта, я сейчас не совсем не так часто готовлю. Но, тем не менее, при первой же возможности с удовольствием это делаю. Много работы, много разных проектов и трое детей. Вы спите по ночам? По ночам у нас Марийка, Мария, самая младшая, она ещё, конечно, ночью просыпается, иногда просыпается, и ты так смотришь одним глазом, она проснулась на время, сейчас вот ты дашь пустышку, она уснёт, или она сейчас будет играть. И вот, конечно, иногда бывает, что она за ночь несколько раз просыпается, бывает, вот она один раз проснётся, и часик-полтора мы ночью гуляем. Поэтому, безусловно, ночью, как только я дома, не в разъездах, провожу время с Марийкой, которая ещё пока не спит крепким сном на протяжении всей ночи. Я могу сказать, что, конечно, если бы не помощь няни и мамы, то мне бы пришлось попрощаться со своей карьерой. И я человек, который никогда не останавливаться на достигнутом, и человек, которому очень сложно посвятить себя исключительно семье. То есть, я люблю свою семью, но я никогда себя в жертву не принесу, потому что я считаю, что мои дети и я, как личность, хотела бы всё время развиваться, и мои дети должны видеть самодостаточную маму, которая не погрузла в кастрюлях, из которой они могут брать опять-таки пример, что женщина, она может найти некий такой баланс, понятно, что он иногда нарушается, это естественно, но тем не менее она проводит время со своими детьми, воспитывает их, заботится о них, и в тот же момент она много работает, вот, что я безумно люблю. У вас растут две маленькие принцессы, это Анна и Мария, в ком особенно сильно вы видите свои черты характера? Знаете, в большей степени в Игоре вижу, старшем сыне, даже не в девочках, хотя мне кажется, что Мария, в Марии будут проявляться вот мои черты характера, это такая упёртость, это требование своего, хотя моя мама мне говорила, что я была достаточно спокойным ребёнком, в отличие от Марии сейчас, вот, но посмотрим, время покажет, она ещё только, вот, только-только себя раскрывает, нам даже нет полутора лет, и год, и три месяца, и поэтому, конечно, с каждым днём что-то появляется новое, интересное, А Анечка абсолютно, вот, Зоя Васильевна, это моя свекровь, вот, мне кажется, что это, когда они вместе садятся, у меня просто, ну, вот, сидит маленькая баба Зоя, вот, внешне очень похожая, и даже в своих повадках каких-то, Зоя Васильевна, она в прошлом была актрисой, как передалось Ане, вот, передались вот эти актёрские какие-то жесты, постановка речи для меня это просто загадка, но я на неё смотрю, и я диву даюсь, насколько вот ребёнок может быть похож на своего родственника, хотя я, например, я тоже очень похожа, например, на своего папу, но тем не менее, тем не менее, просто вот выкопанная баба Зоя. Надежда, наше интервью было по-настоящему откровенным, но есть один вопрос, который наши зрители ждут особенно, расскажите какой-нибудь неизвестный факт из своей жизни, который прежде в СМИ вы не афишировали. Ну, я могу сказать, что я сейчас не так часто появляюсь на российском телевидении, может быть, и очень многого обо мне уже не знают. Слушайте, вот вы меня просто врасплох застали, я даже не знаю, какой факт сейчас это, у меня просто столько всего в голове, столько всяческой информации, давайте скажем так, я обожаю русские романсы, и, кстати, есть очень такой неоднозначный романс, я его вот как-то однажды там, Рояс в Ютубе выискивая, Высоцкий написал, и пела его Влади в то время. Я не знаю, почему он мне так запал, но когда я его дослушала до конца, я поняла, что во мне, а во мне есть немножко цыганской крови, потому что у нас были связи по папиной линии, и я поняла, что во мне просто какая-то проснулась вот эти пару процентов цыганской крови, он называется «Кокаин». Никакого отношения не имею к кокаину, никакого, никогда не имела, но вот вот этой цыганщиной, вот какие-то, причем не совсем мне подходящий текст, но он во мне пробуждает какие-то вот, знаете, вот из недр что-то подымает, просто из недр. Вот послушайте, очень классный романс. Послушаем. Надежда, огромное спасибо вам за интервью. У меня в гостях была прекрасная Надежда Мехер-Грановская, но кто станет героем следующей программы «Море откровений» узнаете ровно через неделю, оставайтесь на телеканале «Кубаль-24». Морвокзал Сочи, южная резиденция компании «Боско-Дичельеджи». Флагманские бренды в бутиках модной одежды, косметика и парфюмерия в магазине «Артикли», ювелирные украшения и часы «Субли». Кафе и рестораны «Боско» для встреч на высшем уровне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова